Все, погнали. Тема, которую мы сегодня разбираем, это будет три темы. Первая тема, которой мы сегодня займемся, это что такое любовь в целом. То есть, какое определение любви. Следующая тема, которая будет, это с чего она начинается вообще. То есть, с чего начать, что главный пазл любви. И третья, это то, что... А так меня слышно нормально? Знаете, как есть анекдот про еврей, такой он идет по телебазовски, где-то, его встречают, другой еврей спрашивает, а как пройти там на такую улицу? Он с арбузом идет и говорит, на арбуз подержи. Не знаю. Евреям надо же сегулить, мне сложно с этим. Давайте я так попробую. Если вы начнете немного болтать, то я тогда и начну с микрофона. Договорились? Да. Можно с арбузом? Значит, и третья тема... И третья тема, которой мы сегодня займемся, это с чего начинается любовь, а потом самооценка. Самооценка и как ее менять. В конце возьмем потом листочки и ручки, да, и что-то исполнено на этой теме. Так вот, то, что первое нам надо разобраться, это определение любви. Что это вообще? То есть, мы ведь шабата об этом говорим. Нам нужно сначала, чтобы общаться с этим иметь дело, четко определить вообще, что это, парни. Весь шабата, да, и определить, сейчас все будет четко. Итак, что такое любовь, поехали. What is love, that love is... Здесь заблуждений на эту тему есть масса, и бесконечное количество заблуждений на то, что является любовью. Вчера мы тоже обсуждали, весь шабата обсуждали эту тему. Например, ну, то есть, бесконечное количество песен на этой себе, про это спето. Бесконечное количество фильмов, Титаники, да. What is love? То есть, любовь, практически все, что вы возьмете из, ну, современного искусства, это все будет про какую-то любовь, непонятно про какую. Причем, в чем проблема с любовью, что человек может, ну, особенно, и мне кажется, в любом языке человек один и тот же может говорить, что я люблю Бога, я люблю маму, я люблю креветки, и я люблю еще что-нибудь. Можно сказать, я люблю убивать, да. Из вот этих слов, я делаю это из любви к, люди совершили самые ужасные вещи. То есть, вот эта тема про любовь, она непонятна. Нам нужно определить, что это конкретно. Ну, поехали. У нас, в общем, у евреев есть, наверное, тему, да, почему евреи могут этим заниматься. У нас есть, а, это абсолютные знания этой темы, да, которые мы получили от Бога, и второе, у нас есть подтверждающая статистика. То есть, всегда результаты, это, это, результат, это следствие твоих знаний на мире. Если знания правильные, результаты правильные. У нас есть правильные знания, есть, ну, процесс статистики развода среди евреев-евреев, она очень, очень низкая. Один вопрос, на который стоит вначале ответить, это, что создает любовь. Брак создает любовь, ну, то есть, брак создает любовь, или любовь создает брак. Что из чего проистекает? Брак создает любовь. Другое. Один человек у меня все время спрашивает, как можно, типа, как можно жениться, если не любишь, да. Вот, но, по-настоящему, любовь это какой-то запек на очень длинной дистанции. То есть, это совсем другое. То, что мы говорим о том, что возникает вначале, это совсем другая история. Да, то есть, наш подход, это все, брак это, как бы, площадка для создания любви, и чувство, которое вот это спонтанно возникает, если ты его не держишь в своих руках, оно вдруг пришло в твою жизнь, она так же спонтанно из твоей жизни выйдет, поскольку ты его совершенно не контролируешь. Это, вот, цитата, мне кажется, Гилла Мандельсона есть уже никакая, да. If you fall in love, you can... If you fall in love, мне кажется, я отличный, да. You can fall out of it. Если ты падаешь любовь, ты можешь из нее так же... Ну, это fall in love, да, это на английском, как, 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 пасть в любовь. Ты как в нее завалился, так же, с таким же успехом из нее и выбалишься. То есть, вот эта тема такой, не для милой людей. Чем мы займемся сначала, это Раф Тверский, очень известный человек, его видео гуляют сейчас по интернету на массе нееврейских источников. Вот, что у него есть интересное, он уже 45 лет в психиатрии, уже 50 лет, как он Раф, он потомственный хасид, и глава психиатрического отделения в университете Питцбурга. И вот этот маленький видосик от него давайте посмотрим. Когда ты待って песни, здесь вот был Name интересный вопрос, ИUP, это онаальное за вам. Какой допустит, он купил gut по ней. Кстати, я любила вашу пограничную tun verändertку камерую своим путем. Он говорит,. Он говорит, tiver, tipувствую души, Он говорит, что ты любим эту каперу, Нет, и потому что на�� möchte его закончить. что jointly вы такiors, он storing его ветки, который был в университете. Так много чего интересный вопрос реагирует, чем я питательство, и все а и 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 Это прямо здесь женщина, которая былаUна, кто хотел бы поверить всех структуров с физико-emotional needs. И она, что-то, и она, если человек, что-то, что-то, это было любовь, но это вероятно. Но женщина была здоровой нужда от его имени, не для того, чтобы другой. Она становится его в фисклажнице и лайфхоз. Правильно. Темно, что он называется любовь, священник. и в экстремальном уровне не важно, что я буду делать или что я буду делать мы had an ethicist, Rabbi Bessler who said, people make a serious mistake in thinking that you give to those who you love and the answer is, the real answer is, you love those to whom you give and the point is if I give something to you, I've invested myself in you and since self-love is a given everybody loves themselves now that part of me has become in you but there's part of me in you that I love so, true love is a love of giving not a love of receiving это как бы ключевые идеи про любовь, какая она, какой она не является и какой она является теперь разберем определение по Торе что это вообще, от и до вот это вот определение, которое сейчас будет оно вмещает в принципе все, что будет дальше мы дальше будем много детализировать но вот это определение оно вмещает в себя все, как бы я, основы любви что в нее входит в общем-то это все ну, Торе, знаете, Тора это такой ахип там каждое слово, оно содержит ну, по сути, да каждое слово объясняет сущность этой вещи теперь из слова АААА мы можем может быть и две очень очень важные очень важные штуки первое, это как говорите любовь, да? это абсолютно да? ага, во всех случаях вот это, да то, как она пишется какой корень и слово? хаб 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 это дай да то есть у евреев внутри слова любовь заложено то, что она из себя представляет это вот это, да это корень который здесь будет То есть первое, что получается, это есть такой Рав Лоуренс Келеман, его очень интересно, можно на ютубе найти, у него есть очень интересная лекция, я сделал на нее субтитры про, ну, в общем-то, правильно перевести вот это, то есть агаба это давать, а агаба правильно перевести, так по-английски тоже сложно сказать, I will give this. То есть на русский я буду давальность. То есть это как бы, это, если это немножко расшифровать, то это в принципе не какой-то чувство их взаимодействия, это внутренняя собственная личная установка характера. Да, это первое. Это первое, что мы знаем из этого слова. Второе, это числовое значение этого слова. Кто-то знает? Один, пять, два, пять. Правильно, вместе. Вот, здесь и пошли. Тринадцать. Теперь на юрике есть второе слово, которое уже такая гематрия, это слово Эхад. Слово Эхад это один. Если вам говорят, что один не равно тринадцать, не верите, да, потому что один равно тринадцать у евреев. Вот, да, и получается, что у Аава и... Ой, как дела? Получается, что и слово Аава, и слово Эхад это, это, ну, по числовому значению это одно и то же. То есть получается, любовь равно единству. Объединение вместе это то, чем является любовь по сути. То есть главный инструмент это давать что-то другому. А цель, которой нужно вот в этом процессе прийти, это что? Это... А, я же могу вот так делать. Класс. Вот. Значит, а цель, которой нужно прийти, это единство. Есть еще много вещей. Кто знает еще чего? Двенадцать или тринадцать, в Толе? Тринадцать. Качесть Бога. Еще чего тринадцать? Принципы веры. А кто-нибудь кроме... Равназ. Да, тринадцать принципов веры, да, супер. Есть еще там двенадцать плюс один календарь, да, смотри, как считать. То есть, в общем-то, это все тема единства в Толе, такая очень важная. То есть, в общем-то, первая идея это, что это давать. Вторая идея это, что любовь это создание единства. Это две ключевые идеи, которые нам вообще нужны. Теперь суть. Это то, чем любовь является. Теперь суть всей незрелой любви звучит вот так. Да, эгоист долго остается под впечатлением, которое он произвел на девушке. Понимаете, по-моему, это просто гениально, да? Эгоист долго остается под впечатлением, которое он произвел на девушке. Вот как бы в этом суть, вот эта рыбная любовь, про что сейчас рассказывал Равтверский, в общем-то, вот это ее суть, да? Ты хочешь брать или ты хочешь получать? Это как бы суть любви, то, как ее вообще можно объяснить. Из этих определений, что мы получаем? От любви, от тебя зависит все. Все вообще, да? То есть здесь нечего вообще от кого-то что-то ждать, в любви, вот лично от меня, от моей, с кем-то, зависит все только от меня. Абсолютно все. Ты хочешь меня с ним сфотографировать? Итак, давайте вывод подведем по первой части. Это как бы первое, вообще определение любви, ее суть. Это две тайны слова, да? Что первое, ааба, ее значение это давать. Второе, это то, что, ну, по числовому значению это единство. Да, объединение, объединение вместе. Это как бы корень определения любви по твоей. Вторая часть, которую нам надо обсудить, в общем-то, вот эта вся тема, с чего она вообще начинается? С тебя. С тебя. С тебя. С меня. Тоже ты все на меня скинул. Все скинул на меня. С тебя. Может, с тебя. С чего она начинается? Она начинается с... С родины. Она начинается с любви к себе. Любовь начинается с... Давай, работай. Может, ответили, да? Пошли, да? В общем-то, люди думают, что главный глобус в любой религии, он такой. Что люди сегодня думают, что вот любая религия, она несет определенный месседж? Что обычно говорят? Люби. Люби или есть еще такое... Дум-дум. Да? Делай хорошо. То есть, ну, неси добро. Вот такая вот тема, да? Вот это все. Помнишь друг другу, помнишь... Делай мир лучше, делай, делай, делай. Делай что-то во вне себя. Теперь... Гудаизм, что скажете? Это главное? Что же главное? Дум-дум. А что главное? Библи. А? Библи. Библи. Нет, еще отлично. Я слышал еще какой-то ответ. Библи. Библи. Первый, это будет... Библи. Теперь ты не можешь делать хорошо, если ты сам являешься хорошим. Это абсолютно исключено. Любое действие хорошее, которое ты сделаешь, если ты сам какой-то... Ну, какой-то недостаточный, оно любое будет для того, чтобы что-то получить, да? Оно будет какое-то такое. Не полноценно. То есть, вот так вот, да? Это правильная установка приоритетов по Доре, да? Можно еще так. Библи. 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 Это как бы, это схема. То есть, до того, как что-то пытаться транслировать в мир, нужно выработать вот это Я. Нужно его создать и выработать, ну, собственное, собственное наполнение по жизни. Теперь отношения, вот эта тема, тема сейчас будет, да? Сейчас вот из этой темы, я вчера кому-то, нескольким девочкам рассказывал, вот из этой темы будет понятно, в принципе, про отношения все просто. Вот просто все. Итак, как выглядит, отношения есть двое, и они вместе объединяются, в одно целое, правильно? Так. Теперь, какой главный вопрос, который мы должны задать, чтобы вот эта штука, она была качественная? Что это было очень? Не-не. Как мне узнать качество, которое я получу вот здесь, когда буду соединять вот эти вот двух людей? Зачем они здесь? Зачем? Еще варианты. Они должны быть. Что-то стоит вам. Еще? Что-что? Я думаю, главный вопрос здесь будет вот такой. Теперь, если в отношения, то есть, как бы, вот это, это такая, знаете, это если просуммировать или перемножить друг на друга, вот это то, что мы получаем в итоге. Теперь, есть один расклад, что мы получаем, как бы, знаете, как это сегодня говорят, мусор на входе, мусор на выходе. Если два депрессивных, таких унылых существа, они соединяются, они вот здесь возводятся с квадрата, получается жесть. Если вот этот, есть два таких наполненных самостоятельных человеком, то на выходе мы получаем, как это звучит, один плюс один равно одиннадцать. Вот это идея, да, это как бы идея еврейских отношений. Теперь, как бы, вот это один расклад, да, то есть, когда это более-менее, ну, как бы, люди, которые, у которых есть любовь к себе, которые что-то из себя, что-то из себя представляют. Дальше, кем может быть человек? Он может быть зрелый, и вот кто, кем вот этот будет? Он может быть, может быть, вообще, вот просто бесконечное количество вариантов, кем-то, может, здесь даже черное не видно, да, может быть, просто с каким-то слабаком депрессии, да, может быть, кем угодно, вы можете перечислять, продолжать этот список бесконечно. Теперь, в зависимости, секунду, секунду, теперь, в зависимости от того, что ты соединяешь, в зависимости от этого, у тебя будет конечный результат, вот этих двух человек. Так, сейчас, если вы должны начать, посмотрите, или ты все предоставляешь черные дыры. Вечерные дыры, ну, у меня сбилось. В общем, там будут вечерные дыры такие, тут просто не видно, слишком слабо. А, видно. Они такие, появляются, когда они соединяются, у тебя получается вот такая вот история. И был вечер, и не был день последний. Вот так вот, я знаю несколько отношений, я знаю несколько, несколько раз такое было, когда люди разводились, не доходя до, вообще не доходя до первой брачной ночи. К сожалению, бывали даже такие случаи, когда просто вот они женились, все, друг про друга не узнали, просто вот соединяешь не те, не те элементы, и получается какая-то жесть. То есть вот от этих элементов, которые мы имеем изначально, двое, которых мы соединяем, от их качества зависит, зависит продукт, который будет, который будет на выходе. Итак, вот этот вопрос главный, который у нас был, да, что, в общем, вывод, качество отношений равно качеству участников этих отношений. То есть отношения – это система. В этой системе будет зависеть все от того, из чего эта система состоится. Вот это как бы тема такая, самая главная. Получается, самое главное, что я должен спросить это, какой я и какой мои качества, чтобы потом эти отношения были хорошими, да? Вот отношения, да, все зависит только от меня. И насколько я умею давать, в зависимости от этого будут хорошие или нехорошее отношения. В итоге и в любви, и в отношениях от меня зависит все. Абсолютно все. Идея, в общем-то, такая, да, что как бы, что такое давать? Я даю то, что есть у меня внутри. Теперь я не могу из бутылки, если я бутылка с водой, я не могу другому налить вино или что-то качественное. То есть если у меня нет чего, вот этого дыку хорошего внутри, я не смогу другому передать что-то это хорошее. Теперь искать другого человека для того, чтобы… Это всегда обычная позиция сегодня. Я кого-то найду, и моя жизнь станет обалденной. Это не работает. Вот такая тема. Понятная идея, да? Есть? Есть? Супер. То есть все зависит от внутреннего содержания. Если внутри бутылка… Здесь опять не видно, здесь черная такая штука. То есть если внутри бутылка, то давать нечего. То есть любви бы не может, вся любовь всегда от внутреннего качества. Вот это очень веселая схема, которая это демонстрирует, да? Когда ты веком и не рассказывал об этом никому десять минут. В общем, все зависит от внутреннего содержания. Ты сначала должен выбрать свой путь по жизни. Кто ты, что ты, зачем ты это делаешь. Потом уже ты можешь это транслировать вообще во мне. Если внутреннее содержание, оно непонятное. То, что ты транслируешь, оно такое же непонятное. Когда ты просто вступишь в отношения с кем-то, ты благополучно развалишь. С чего начинается любовь, мы определили, да? То есть первое, что такое любовь? Это давать плюс единство. Да, это цель. С чего начинается любовь? Она начинается с любви к себе. То есть первое, куда я должен ее направить, это не на кого-то, а на себя. Это тема. Это как бы тема, с которой вообще все начинается, без которой… Ну, все это самая главная тема сделала себе человека. Да? Как это звучит в истории? Звучит это то, что вы уже несколько раз сказали, что люби ближнего, как себя, да? Что-то написано. Написано «люби как себя». То есть первично это то, что ты любишь себя, вследствие этого, то, что ты любишь другого. Три идеи, которые у нас сейчас есть. Любовь – это а, это давать, б, это единство. Третье, она начинается с любви к себе. Есть? Супер. Пошли дальше. Теперь, кто это сказал? Баа. 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 Это рабиактиватация, я с ним пообщался в Лондоне лично, но это очень серьезный рометр, по-моему, говорящий. И вот этот, как бы, его цитат. Ключ ко всей теме любви таков. Настоящая любовь – это не любовь, которая у меня… Это мы добавляем сейчас четвертую девчину. Настоящая любовь – это не любовь, которая есть у меня. Которая у меня есть к тебе, как к отдельному человеку. Нет, моя любовь к тебе – это расширение и увеличение себя, чтобы включить в себя тебя. Сейчас мы это объясним на пальцах. Вот эта стандартная схема, как считают, что любовь должна выглядеть. То есть есть я, есть кто-то другой. И мы с ним как-то взаимодействуем. В общем-то, когда у человека есть такая схема в голове, то из этого подхода возникают все проблемы. Потому что пока есть кто-то отдельный, ты ждешь взаимодействия. А мне, кстати, вот я сломал. У Манитзары Казберова, я читал книжку, когда мы начинаем… Неожиданно разом. Когда вы начинаете отношения, это самое первое, что вы должны знать, что надо выбросить калькулятор. Вот. Когда есть вот такая схема отношений, то здесь идет вот этот постоянный подсчет. Вот этот идет калькулятор. Что я испытал, что ты мне дал, идет обмен. И это постоянно… Ну, то есть вот такая схема построена на эгоизме. То есть, что говорим о рапе Акидута, здесь он говорит тему вот такую же. Настоящая любовь, она выглядит вот так, смотрите. Смотрите. О, есть двое. И дальше вся фишка – это расширение себя на другого. Тогда ты включаешь как бы этого человека в свою зону действия, в свою зону возможностей. И поскольку каждый автоматически любит себя, когда ты как бы распространил себя на другого, ты автоматически любишь его как себя. Вот так работает схема. Мы сейчас это еще объясним. Да. Да. То есть, получается, иными словами, что «любой к другим» он говорит… Сейчас я покажу вам дальше. Да, он говорит, в общем-то, идею такую же не существует. Любви к другим существует только любовь к себе. И ты можешь ее, как бы, конвертировать, переносить на других, расширяясь. Пролетим. Пролетим. Чтобы по времени вместе. Смешной, вот, например. В общем, я в Лондоне за ним побежал. И он мне сказал, ну, вот это просто цитаты, да, фара цитат его. Очень важно объяснить, что любовь – это не получать от другого человека и тому подобное. Это вообще не связано с другим человеком. Ты можешь любить только себя. Любовь к другим – это любовь к себе, направленная на других инструментов давания. Любви к другим самой по себе не существует. То есть, ты только передаешь, можешь передавать себя, когда ты любишь только так. Вот это реально зрелая любовь. То есть, здесь все зависит от меня, я передаю то, что есть у меня кому-то еще. Вот это, да, я переводить не буду, просто, кто поймет, «expanding the sense of the self to include another is the ultimate act of love. Nothing beyond that step is needed». В общем, вот это суть любви, и больше кроме этого ничего не надо. Это то, что мы говорили. В общем-то, вот так это выглядит, да, мне очень нравится эта картинка. Вот так это выглядит. Ты поднимаешь себя, поднимаешь свой уровень, становишься лучше, больше, круче, сильнее. И когда у тебя есть скил, да, есть возможность, есть желание, если ты выработал свое «я», тогда ты можешь помочь кому-то другому. То есть, только если ты находишься вот здесь, ты можешь кому-то дать любовь и кого-то поднять, кому-то сделать лучше. Очень хорошо это видно на теме любви к детям. В общем, ребенок, кто это такой? Ребенок — это на 100% расширение родителя себя на него. Как это работает? То есть, если его просто оставить, да, то он умрет. Если в него вкладывать, вкладывать, и родитель постоянно, то есть, он вмещает этого ребенка в свою зону действия, в себя, как бы, да, и постоянно свою любовь к себе переносит на этого своего ребенка, в итоге мы можем получить что-то прекрасное в конце, да, ну, очень хорошего человека. В зависимости от качества, теперь вот этой внутренней любви, да, моей к нему, в зависимости от этого мы получаем вот этот вот продукт. Конечно. Очень милый мать. Очень интересно, что в любви к богу, более того, мы видим этот несколько пишна вот в пергиовод и еще в нескольких местах, что любовь к себе она даже первична, то есть, в принципе, есть три сферы действия человека. Любовь — это отношение с собой, отношение с богом и отношение с другими. Это как бы вот эти три сферы, в которых действует человек. Теперь вот эта любовь к себе, она идет даже и до отношений с другим человеком. И более того, он найдет даже то отношение с Богом. То есть, я не могу любить Бога, если я не люблю себя. Вот такая тема. Сегодня, что интересно, что люди смотрят только на внешнюю сторону. Люди смотрят только на делать добро, и они очень мало смотрят на содержание, какой тот, кто продукт производит, то есть, кто по содержанию этого человека. То есть, они все смотрят на оберку, и значение имеет только то, как это выглядит. Только как бы фотка и внешняя сторона, и очень мало кто смотрит на внутреннюю. По-настоящему, чтобы сделать что-то очень хорошее внешне, нужно сначала очень хорошо проработать то, что внутри за нас. А сегодня весь мир, он такой, что просто человеку, если его заткнуть и не дать ему что-то из себя извергать, то он просто, он не сможет этого вынести, да? То есть, сегодня вся тема, тема, это вот это, вот это... Весьма внешняя часть, да? Теперь, качественное, качественное я, оно может начаться только... Качественное я можно создать только в тишине и в одиночестве, когда нету слушателей, нету слушающего, когда ты просто сам собой и ты пытаешься понять себя. Входишь в глуп, входишь в... То есть, как бы, вот, весь процесс любви, это то, что ты, как бы, понимаешь, кто ты, где ты находишься, смотришь свои недостатки, свои сильные стороны, и из этого что-то строишь. Дальше только от этого зависит тоже то, что ты сможешь в отношениях, только от этого. Здесь очень важная тема, разумеется, вот в любви к себе, вот в этом собственном расширении, это изучение Торы, как объясняет Амали, в начале, например, на трех столбах стоит мир, на Торе, служение и добрые дела, все это как раз есть три сферы отношений. Торы — это отношения с я, служение — это отношения с Богом, и третье — это добрые дела — это отношения с другими. Так вот эта вот тема Торы, да, это как раз... Когда ты учишься и постоянно занимаешься собой, постоянно развиваешься, ты все время становишься сильнее, лучше, быстрее и как-то... В общем, становишься все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Совсем не так это у буддистов. Еврейская тема, как она выглядит? Еврейская тема выглядит так. Есть ты, ты должен становиться все лучше и лучше. Круче, сильнее и быстрее. Да, и постоянно заниматься любовью по себе тем, что ты становишься лучше и себя прорабатываешь. А лучший этот комплимент девушке буддистке — это вот, знаете, вот такой... Девушка, а вы ничего. Или, ну ты никакая. Как дела? Как дела? Никак. У них тема — это разложить личность, то есть стереть вот эту границу, стереть я и слиться. И слиться сразу. Еврейская тема — это то, что ты становишься больше и больше, и тем, что становишься больше похож на Бога. Да. Это как бы еврейский подход. В этом плане, да, это тоже статор и адекиментация, что есть иудаизм, если не трансформация маленького я в большое я. То есть вот это весь путь, весь путь еврейский такой пожития. Вот это, это наша тема. Итак, любовь с чего начальника? С себя. Итак, у нас есть четыре темы уже, да? Первая, давайте в вашу очередь. Первая тема. Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь — это давать. Первое — давать. Второе? Да, второе — это создание единства. Это результат, то, что мы получаем в результате любви. И дальше то, с чего начать? Начинаем всегда с себя, и любая любовь начинается с любви к себе. Последнее, что в принципе любви к другим по сути не существует, есть только ты и как ты взаимодействуешь. В письме даже больше говорят, что, например, любви к детям такого тоже не существует. Ну то есть что такое правильное воспитание? Как это происходит? Он заорал, а дальше все, что происходит — это твоя реакция на то, что он заорал. То есть это все зависит от твоего собственного уровня. То есть мы просто реагируем на этот мир. Весь вопрос — как ты реагируешь. Вот так опять. Вот. То есть это как бы главный призыв, который тогда нужно сделать. Любви — ты делай любое. То есть это как бы главная тема. То есть то, что ты с собой сделаешь, то ты получишь в отношениях. Если ты с собой ничего не сделаешь, тебе плохо, и ты хочешь спастись где-то с кем-то, ничего не получится. Вот это тема. Вот. Сейчас я подумаю, сколько у нас... Сколько времени? Нет, еще час. Еще час? Окей. Тогда мы немножко пройдемся по вот этому среднему блоку. Я просто думал его делать-не делать. Сейчас я чуть-чуть допущу. Есть, ну, ряд источников, да? Ряд источников, ну вот, например. Давайте я вам покажу вот это. Вот это. Есть одна Мишна, которая говорит то, что я вам уже сказал, что на трех вещах стоит мир. Торо, служение, добрые дела. Мораль это комментирует. Торо это отношение с Я. Служение это отношение с Богом. И добрые дела это отношение с другими. И здесь первое стоит вот это Торо, то есть в смысле отношение с Я. То есть он начинает вам служить себе. Есть вот такая Мишна, еще другая. Ее просто разобрали сегодня в миру все, кому не лень, да? Если не я за себя, то кто за меня? Это, в общем-то, я думаю, вот этот стейтмент, это, ну, лично для меня, он один из самых мощных. И, в принципе, я думаю, что вот это базис вообще адекватной и ненормальной личности вот этого, да? То есть вот осознание вот этого факта. Если не я за себя, то кто за меня? Там дальше есть продолжение. Да, если я только за себя, то что я? И если не сейчас, то когда? Я помню, я сейчас в Ешиве, я сейчас вспомнил, я даже вешал себе это на стенку, да? Чтобы прям просыпаться и видеть. Она очень-очень сильная вещь, она заряжает. Теперь, сейчас, момент. Вот эту тему, ее разобрали, например, есть Жанна Дарт, там, ВДВшники, да? Там, кто если не мы, никто кроме нас, да? А вот этот вот призыв, его разобрали налево и направо. То есть вот здесь эта идея, да? Что все начинается с себя. Это первое. Второе, это если ты сделал первый пункт, то ты можешь заняться вторым пунктом. То есть начать это кому-то передавать. Дальше, если я только за себя, то что я? Я должен дальше начать это давать кому-то еще. Ну и хайпу сегодня на эту тему очень много, да? Есть такие, ну, всякие статьи поэту пишут, да? Кто о тебе позаботится? В общем, это сегодня что же? Популярная такая тема. Вот, теперь, а-а-а, теперь так. Ключевые идеи давайте еще раз быстренько повторим. Звучат они так. Любовь к себе — это первый приоритет, который, в принципе, существует. Любить другим не существует. Любить можно только себя, только на себя ее направить в первую очередь. И потом будет передавать. Из этой мечты, из которой я сказал, одну треть своего времени человек должен тратить на проработку своего я, да? И это первая треть его времени. То есть это самая главная сфера. В общем, это всегда это в первую очередь. В общем, любовь к тебе выглядит, зубы говоря, вот так. Да? Раз. Ты просто в себя вкладываешь, и благодаря этому все время растет, уже понеслась в эту позицию, да? И вот это, в общем-то, весь процесс жизни человека. То, что он становится все лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Любовью к себе расширять себя. То есть он в себя дает и в себя вкладывает. Вот это как бы худ человек в этом мире. Теперь, дальше. Сейчас, тут где-то еще будет. Теперь вопрос, который еще здесь стоит задать, это вот этот вот. Вот это я, из чего оно, собственно, состоит? Из качеств нашего. Какие? Супер. Это в первую очередь состоит из... Вот это я, которое я вообще амсиливаю, оно в первую очередь состоит из качеств характера, да? Это самая первая тема. Те качества, которые я имею, то есть насколько я внедренный, насколько я спокойный разожительный, как я реагирую на этот мир, это основная тема, над которой, собственно, и нужно работать. То есть то, что я в себя вкладываю, это вот в этой, это самое главное, это в теме качеств. Это про я. Теперь любовь к ближнему выглядит туда. Вот. Как это работает, да? Люби ближнего, люби ближнего как себя. То есть ты расширяешь себя на него, и он как часть тебя, и твоя любовь к себе начинает распространяться на него. Если ты такой маленький и слабенький, у тебя не получится другого любить. Если у тебя нет, что дать ему. Вот. Вот. Это тема. Теперь, ну, 10 видов всех для любви, с нашей группой мы это вчера чуть-чуть обсуждали. Как бы, вот это вот отсутствие внутреннего стерня, отсутствие вот этого собственного я, да, это и отсюда берутся все вот эти вариации, ну, 10 видов. Вот, знаете, что, можете в Google завести, или Эйтан Леви Берклер, или вот это, 10 видов всех для любви. Там первое вам выдаст мою вот эту статью. Там есть все эти виды, все варианты заблуждения на эту тему. Ну, в общем-то, это и есть только вот в такую неправильную любовь, можно впасть только в ситуации, что нет личного вот этого стержня, нету я, которое ты создал, над которым ты работал. Вот. А нужен стержень. И кто это стержень? Вот. Это очень важный стержень для того, чтобы, ну, это очень важный стержень, который вырабатывает человек и создает его я. Теперь, очень важный вопрос, который у меня вот после этой презентации спросили, это, ну, мы занимались этим вопросом, надо что-то в себя вкладывать, 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 и это, в общем, речь не будет в себя. Мне спросили, а что, ну, там одна студентка спросила, а что вложить тогда? И я. Часов вкладываю. Часов вкладываю. Мы очень, поскольку у нас сейчас времени нет, мы по всему этому списку в те разы работали прямо по каждому пункту. Я вам просто пролистаю список, чтобы вы увидели общую картину, да? Сама любовь, да, и сама тема давания, она состоит из четырех частей. Это забота, ответственность плюс уважение плюс знание. Вот эти четыре вещи, в общем-то, когда мы транслируем это на себя или на кого-то, это можно назвать любовью. Вот эти четыре штуки. То есть вот это то, чему надо себя научить, да? Что мешает обычно людям развиваться? Лень, да? И страх. Это две основные силы. Лень. То есть, знаете, вот я показал вот такой вот, да? Такой вот кружок у нас есть, это человек. Теперь у этого кружочка, у него есть два вида гравитации. Одна на внутри кружочка, а другая на вне кружочка. Вот это, которое внутри кружочка, это лень типа я не стану. А есть еще внешняя демотивация, это страх. То есть он мне мешает стать извне, да? Это вот еще. Возможно изменить. Возможно. 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 Что возможно? Вводят? Нет, то есть сюда вводим. В общем-то в этот список можно включить практически все, что угодно. Просто вот что вложить? Это просто по-быстрому пробежим. Вот это внимательность. Помните, мы вчера с пальцами делали, да? Да. Внимательность. Внимательность. Стать по жизни внимательнее. Да? Не, было вниз. А я вверх поставил. Ты так сделал, я. Внимание. Больше внимания. Чувствовать себя. Жить во внутреннем мире. Благодарность, это не важная тема. Трудолюбие. Ну в общем, этот список можно очень долго продолжать. Сейчас мы займемся дальше самооценкой радости и президента. Знаете, вот основной инструмент. Вчера у меня спрашивали, что такое там счастливая жизнь. Я объяснял про весы и золотую середину между достижением и наслаждением. Да? Искусственно, как бы, наука достигать и искусственно наслаждаться. Вот. И золотая середина между ними это то, что дает счастье. Ну, в принципе, счастье выглядит так. Кем лучше всего быть? Мне. Мной. Где лучше всего быть? Вот здесь. Сколько лучше всего, чтобы мне было лет? Сколько мне сейчас? Лучшая жена? У меня. У меня. У тебя у тебя, а у меня у меня. Вот так работает, в общем-то. Это называется СМФФО. Человек, который счастлив своим делом. То есть то, что есть у меня, оно оптимальное. Люди себе выдумывают, что вот когда мне будет год, или когда денег станет столько, или произойдет вот то-то, тогда я буду счастлив. Это все условия ты придумал. Это картинки в твоей голове. Можешь поставить такие условия прямо сейчас, и будешь доволен прямо сейчас. Что еще? Послушать себя и выбрать свою цель. Желать их лучше. Кому там без отрасли не падает. Например, в постановке целей основные вещи это, да, то есть желание. Энергия, мотивация, планирование. Ну то есть мотивация, планирование плюс дисциплина. Ну и дальше то, что мы с вами. Парагоги, все вот это. Последовательность, мобильность. В общем, вы сюда. В эти качества можете помещать все, что будет. Пару. Сейчас у нас есть, да? Хороший. Есть. А, до девяти, правильно? Супер. Тогда у меня есть времена. Пару. 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 Заметил на кусте кукол, из которого пыталась выбраться бабочка. В кукле была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Пару. 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 Давайте сейчас. Вы делаете вот так. Упражнение заключается в следующем. Вот так делаете. Сначала один человек, потом другой. Сначала давайте девочке, у кого волосы, длиннее мальчика, у кого кипа будет. Это тот, кто будет первый. Теперь что нужно сделать? Второй человек, который держит руки, он загадывает, какой из этих пальцев это удача из тестей. Он загадывает палец, который, подожди, подожди, я скажу, когда я закончил инструкцию, да? Он загадывает, какой из этих пальцев это вот победа, удача из тестей. Вот я, например, загадал, вот у меня указатель, да? Я, например, решил. А ты мне говоришь сначала, я думаю, что вот это. И я, ты говоришь вот это. Я говорю тебе, что? Я тебе могу сказать неудача. И ты такая, а это? Я загибаю и говорю, неудача. И ты такая, блин. Ну и мне надо был фрук. Теперь, задача ваша простая. Второй человек вот это делает, вы загадали, он не знает, какой палец вы загадали. Вы будете кричать пальцы. И нужно, ну, нужно угадать тот, который вот, удачный, удачный палец. Все, поехали, вот к первому столу. По-братски, по-братски, вот это не будет танцевать. Передумываем нельзя. Все понятны задания, задания понятны? Нет. Нет? Ставишь 10 пальцев. Еще раз, давайте последний раз. Я ставлю 10 пальцев. Парни, что мы делаем? Парни, у вас любовь взаимополевает? Каждый нагадный палец, который не отгадали, тебе второй, вот тот, который избегает пальцев твоим окном. Поехали. Нет, это ты у него гад. Есть. Попал с какого раза? С третьего раза. С пятого? Теперь в обратную сторону. Ну, те, кто сделали, в обратную сторону теперь. Я cielo — Я еще не в обратном. Я не в обратном. Что то будет? Меня soprattutto. С же вас bracket VO&а? Нет. Он по-locал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девчонки здесь были с 9-го С 5-го и с 4-го А у вас сразу что? С 5-го А у тебя с 2-го? Я с 2-го С 100 С 100 В общем у нас результаты после 2-го до 9-го А теперь скажи Ответьте мне на простой вопрос Кто до удачи дойдет быстрее всех? Есть 2 типа людей Первый тип людей Знаете такой Пророк такой Он такой будет смотреть на эти пальцы Какой же он Где он? Это как бы первый тип людей И этот человек Он может отгадать с первого раза Это да, это возможно Но сколько он будет этим заниматься неизвестно А быстрее всех То есть больше в этой жизни выигрывают те Кто вот эти пальцы будет делать Этого Понятная идея, да? То есть успешнее всех будет тот человек Который действует очень быстро И вот эти вот Он вообще не смотрит на эти препятствия На эти неудачи Они для него опыт И он фигачивает их максимально быстро То есть тот, кто быстрее прощелкает все эти варианты Он намного быстрее придет к конечному результату Ну что, продолжайте А я теперь не помню, как я быстро делаю У меня не помню Ну я смотрел Но он бы ты сделал средний Понятная идея, да? Тот, кто быстрее это делает Тот, кто быстрее идет через неудачу Он быстрее дойдет за удачу Вот эта идея прожила Да уже закончили Все, девочки, закончили? На задних руках Все? Есть? Ну давайте, мы уже дальше идем Можно после попробовать Все еще Найти то, что тебя нравится в жизни Фокусировка контактной презентации, например Спокойствие Способность решать Быть ответственным Чедрость Чудность Чудность быстро переключаться Способность Да? Не быть моей неприветливой консьержкой Есть такая тема У меня консьержка очень веселая просто Соединение со Всевышним Да, очень важная тема Это тоже то, что человек Себе должен обеспечить Вот Есть такая тема, что По той Например, папа должен обучить сына Ремеслу Да? Это тоже часть любви Что ты должен обучить Ты должен дать своим детям инструменты Которые помогут им Помогут им жить В общем, это разные Разные Очень важное Что здесь нужно знать Это то, что Главная Идентификация Зрелости Личности Это то, как ты Можешь переносить Одиночество Там у того же Рагляйте в 15 Почти полглога про это написано В одной Письма евреям Буддисту Есть у него такая книжка В общем, в любой книжке По психологии Вы можете прочитать На две вещи А! Рафтверский тоже это пишет Теперь очень интересно Как это работает У вас есть варианты Почему Индикатор Суповной Зрелости Это то, как ты Можешь переносить Одиночество Как ты себя чувствуешь Когда ты один Отлично Мне кажется Это Зрелости Можешь как Можешь Погонить Там здесь Человек Духовные Духовные Необходимы Социум У него Необходимы И Соответственно Он не может Духовный Можешь Он Духовный Можешь Необходимо Да То есть Человек Более слабый То есть Это главная идентификация То есть человек, который любит себя, он в одиночестве, ему да, будет хорошо. Теперь, как это выглядит, эта тема... Можете спросить? Да, да, конечно. Сейчас, секунду, секунду, секунду. То есть, экстраверт – это хорошо, экстраверт – это плохо? Нет, это не связано с тем, как ты себя чувствуешь когда-нибудь. То есть, экстраверты, они чувствуют себя удобнее, да, не в обществе? Нет, нет, не обязательно. Не обязательно. Ну, это, как бы, можно... Хочешь, давай, после, если тебе интересно. Это не связанная вещь. Так, а почему человек себя чувствует плохо, когда он один? Очень крутой ответ на это дает Раф Тверский. Как бы вы чувствовали себя, если... Ну, как любой человек себя чувствует, если он находится в комнате один на один с плохим человеком? Некомфортно. Некомфортно. Так вот, когда ты один в комнате, если тебе плохо, значит, что ты находишься в комнате с не очень хорошим человеком. Понятная идея. Вот. Вот это идея. Мне кажется, она, как бы, очень понятная. Очень... Если... Если... Если вы находитесь в комнате... А ты просто... А ты просто... А ты, может, послушаешь, про что это фотография? А ты, может, послушаешь, про что это фотография? Окей. Вот. Теперь, если... Идея такая, почему человек незрелый, и почему ему в одиночестве плохо? Почему? Потому что как бы ты себя чувствуешь, когда с тобой в комнате человек глубоко тебе неприятный? Как ты себя почувствуешь, и когда ты один на один с неприятным тебе человеком в комнате? Отвратительно. Так вот, когда ты один в комнате, и тебе плохо, значит, что ты один на один с не очень приятным человеком. Вот так вот. А? Ну, значит, ты классный. Вот. Это, как бы, вариант, если ты обучил себя... То есть... Ты сам... А? Может, она так улыбается? Ты сам себе неприятен. А можешь ты себя обучить прямо таким, как ты любит мне, в общем, и быть позитивным? Да, и очень плохо. Окей. И теперь мы наконец-то переходим к теме-теме. О, супер. У нас сейчас прям, я думаю, что мы классно можем сейчас. Сейчас будет прям такой мини-тренинг по самооценке. Сегодня про самооценку говорят очень много. Есть, как бы... Кто знает, как вообще? Давайте Паша сначала. Что такое самооценка? Зачем она нужна? И как ее менять? Что это? То, как ты относишься к себе? Ее важность, на что она влияет? Ну, если плохая самооценка, на что она влияет? Да. 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 Тоже, да. Это реально. Все. Вообще возможность оценивать себя, это качество, которое помогает человеку развиваться. То есть, может быть объективно и рационально себя оценивать, то это просто будет помещать пожитие, в принципе. Да. То есть, иными словами, от того, что я знаю о себе, зависят те решения, которые я принимаю. То есть, если, грубо говоря, если я буду думать, что у меня нету... Если я буду думать, как бы, у меня есть оценка себя. Вот есть я, есть, но как я себя оценю. Если я оценю, что у меня нет руки, то я буду думать, что я не могу забить больше. Теперь, вот эта заниженная самооценка, она так и работает. Что люди верят в то, что они чувствуют. Хотя это может вообще не соответствовать реальности о том, кем они являются. Давайте, а как вы думаете, вот как вы думаете, насколько хорошо вы знаете себя? Насколько хорошо? Да. Кто считает, что прям очень хорошо себя знает? Так, вот двое есть. Кто нормально так, средненько себя знает? Средненько. Средненько, так, да. А у кого чувствуешь, что я вот плохо себя знаю? Давайте сейчас, а кто... Давайте последний вопрос перед тем, как мы перейдем к практической части еще. Скажите, у кого хорошая интуиция здесь? Вот запомните сейчас, запомните... Еще раз, еще раз, у кого, у кого? Секунду, секунду. Давайте еще раз. У кого хорошая интуиция? Хорошая интуиция. Вот сейчас запомните людей, у которых хорошая интуиция? Запомнили, да, людей? А теперь давайте посмотрим, насколько вы хорошо себя знаете. Тема простая. Вам сейчас за 2 секунды нужно решить, сколько раз вы можете прыгнуть за минуту. Сколько? 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 Скажите соседу эту цифру. Сколько раз вы можете прыгать за минуту? Соседу сказали? Сосед в курсе? Сколько? 25. 25. Еще варианты? 25. 25. Ну что-то вы какие дайвы? Малую берете? А вы не нужны. А еще есть варианты какие? Тысяча. 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 Ну что, давайте проверим. Поехали. Я сейчас засеку время. А сейчас мы проверим, сколько вы реально можете. Готовы? Сейчас я скажу, как время пойдет. Сейчас проверим, сколько вы прыгнете. Раз, два, три. И. Считаем? Все, время вышло. Ну что, кто на кого сколько получил? 70, а ты сказала? 32. 30. У тебя получилось 70. 71. 76. 76, а ты сказала? Да. 65. 72. 72. 82. 100. 100. А сказала? 100. Супер. Еще какие есть результаты? 72. 72. А теперь внимание. А теперь весь прикол в том, что мы с вами прыгали полминуты. Сертишко в том, что люди про себя знают очень мало. И сейчас я вам просто показал, что вы... То, что... А у кого интуиция такая хорошая была сейчас? Даааааа. Дааааа. Мы сейчас с вами прыгали полминуты. Вы можете все намного намного больше. Вот это тема самооценки. Ты что-то о себе оценил. По-настоящему могут намного больше. Если бы ты знал, сколько ты можешь, ты бы сделал... Ну, ты бы принял решение и сделал бы намного... Намного больше. Рафтверский. Если вы брали в себе биологические и химические заболевания, то основной причиной проблем, всех вообще, да, является заниженная самозема. Это Рафтверский тот же самый. И люди реально верят в то, что... Люди реально верят в то, что они себя чувствуют. Они думают, что это и есть реальность. То есть люди... Любой человек, он что-то про себя чувствует. Какой я, да? У него есть какой-то образ. Какой я. И потом он в зависимости от этого образа, как он себя ищет, как он себя чувствует, он действует. Но мы видим, что как бы образ людей о себе, он очень часто бывает вообще не соответствует тому, кем ты реально являешься, и ты можешь намного больше. Так вот эта тема самооценки, мы отсюда видим, что она очень важна. И мы сейчас ей по день немножечко займемся. Ой, это не должно было здесь выскакивать. Короче, этого нет. Нету этого. Очень красивая вещь, которую говорит тот же Рафтверский, что... Ну, почему по Торе очень важна правильная самооценка? В по Торе запрещена ложь. Более того, это запрет, при которой написано, что не приближайся к Алжуи. Так вот, когда у тебя неправильное знание о себе, это ложь. То есть это очень чертская вещь, да? Нужно очень хорошо знать кодек. Вот. А суть как бы вообще этих вещей, что... Сейчас. Давайте. Вот. Что правильная самооценка, она основывается на сознании своих способностей, на том, что ты можешь делать. А тщеславие и гордыня, они основаны на том, что... Как бы... Другие должны выражать тебе восхищение о том... Ну, каким ты хочешь выглядеть, да? По поводу того, что ты уже сделал. Еще насчет самооценки говорили просто классную очень вещь. Рамбом. Рамбом говорит, что идолопоклонство... Ну, было идолопоклонство, да? Раньше его было много. Он говорит, что идолопоклонство, оно не в том... Оно началось вообще изначально не с того, что человек сказал, что нету Бога, эти люди забыли Бог. Рамбом говорит, что суть идолопоклонства, она была в том, что... То есть, те люди, которые начали поклоняться идолам, они решили, что... Не то, что Бога нет, но мы недостойны его внимания. Где я, и где Бог. И они перестали, то есть, они начали поклоняться каким-то этим... Министрам, то есть, заместителям. Это то, как Рамбом описывает тему идолопоклонства. То есть, что мы из этого видим, что как бы... Полная противоположность иудаизма, это когда человек думает, что он не достоин внимания Бога. Получается, что... Ну, еврейство – это вера в то, что я достоин внимания самого Бога. Понятная идея, да? Мне кажется, это очень сильно. Если идолопоклонство – это мысли о том, что я не достоин его внимания, то Тора – это вера в то, что я значительный и я достоин, мало этого, я достоин даже внимания самого Бога. Это как бы то, во что его и верили. В общем, здоровые самооценки необходимы для всего. То есть, если ты думаешь про себя, что ты никто, ты ничего никогда не сделаешь. Вот это как бы... Ну, то есть, это точка отсчета. То есть, почему мы этим занимаемся? Мы обсудили с вами, что такое любовь. Давать плюс единство. Что она начинается с себя. Что любить можно по-настоящему кое... Сейчас. Ну, пускай. Что любить по-настоящему можно только себя. И теперь мы занялись самой главной вещью, которую человеку в себя нужно вложить. Это правильная самооценка. Правильная оценка того, сколько ты можешь напрыгнуть за ней. Ну... Это очень важно. Потому что в зависимости от того, что ты решишь, в зависимости от этого ты будешь действовать. То есть, от этого зависит все. Чтобы понять лучше эту тему... Ну, моя такая... По-английски... Parable. Ну, пример мой такой, да? В общем-то, человек выглядит так, что все наши способности и таланты — это лампочки. Это лампочки. Все мои способности, которые у меня есть, да? То есть, то, что я могу там... То есть, любая вещь, которую я могу делать — это лампочка. А самооценка, которая у меня есть — это электричество. Так вот, дальше получается так, что чем больше у тебя талантов, но хуже самооценка, тем больше груза вот этих талантов, которые светят и создают темноту, и тем тебе тяжелее. Ловите идею? Количество... То есть, увезли разное количество талантов и способностей. Их способности — это лампочки, а самооценка — это вот электричество, которое поступает в эти лампочки. Если его, как бы, самооценка не соответствует вот этим лампочкам, то это очень тяжелый груз, который крутит тебя и прибивает тебя к земле. Поэтому нужна очень грамотная самооценка, чтобы вот это все обеспечить. Обеспечить светом. То есть, самооценка — это заряд, да? Энергия, электричество, которое... Что? Это света. 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 Игорь, здесь света зачастую. Эм... Здесь стоит... Да, вопрос, давай. Вы говорите, что мы сказали о водо-зарайке, связанном с этим вопросом? С каким? С лампом? С чем? Гава. Потому что... Гава. Мы сначала говорили про самооценку, а потом про гава-зарайку. Да. И еще с этим вопросом. Это связано с этим вопросом? Про гава. Он связан с самооценкой, да. С... Про водо-зару. Про водо-зару. Гава-са-водо-зор, это имеется в виду? Эм... Сейчас я тебе расскажу. Да. Это напрямую связано, я сейчас покажу как. Эм... Смотрите. Вот этот человек, у которого вот такая средняя самооценка в середине, да, золотая середина, допустим. Он находится по шкале на середине, он оценивает себя как-то четко, как-то правильно, да, у себя оценивает. Теперь... Эм... Люди как обычно думают? Люди обычно думают, что кто такой человек горделивый? Это человек, который перешел вот в культуральность, что я как-то круче, чем я есть, да? То есть так обычно думают, что... Ну, кто такой? Кто будет бендировать в середине? Кто-то думает, что он царь и бог, да? И этот человек, он все время всем об этом рассказывает, как следствие. Намного чаще ситуация, она... Обратная. Намного чаще ситуация такая, что гордыня и вот это... Завышенное вот это поведение, оно является результатом не завышенной самооценки, а сильно, сильно заниженной. Как это работает? Так что ты, когда ты чувствуешь... То есть как это работает? То есть человек с заниженной самооценкой это разрыв, это такая пропасть между тем, кем ты реально являешься и что ты относительно себя чувствуешь. Теперь, когда ты чувствуешь себя не тем, кем ты являешься, у тебя возникает вот эта пропасть, тебе кажется, что ты здесь, и ты пытаешься все время вот эту дырку забить и компенсировать похвалами от других людей. Вот так работается эта тема с гордыней. То есть это тоже человек, который ясно, четко знает, кто он, ему не нужно, чтобы другие ему рассказывали. То есть ему не нужно постоянно похвалаться со стороны. То есть у него нет вот этой темы главной. Я думаю, что понятно. То есть скромность в итоге, она возникает не от того, что... То есть люди как часто думают, что скромность, это вот здесь вот такой человек, знаете, такой вот... Вот такой. Скромный такой. Да. Скромность, она есть, когда ты очень шутко оцениваешь кто-то, и тогда тебе не нужно никому об этом рассказывать, и не нужно ни от кого все время слушать, какой ты классный. Это может быть только тогда, когда самооценка идет ровно, ровно в середине, когда ты являешься ровно тем, кем ты являешься. Сейчас, идем дальше. Идем дальше. Очень красивый пример есть в Медрошах, наверное, в Береши-Драве. И там написано так, что есть две реки, есть Тигр и Эфрат. И спросили Леку, Эфрат, почему ты так тихо и медленно течет? Что ты такая тихая, да, негромкая речка? Она отвечает, а зачем мне шумить? Люди заметят меня по моим делам. Они сажают деревья у моих плод, и тебе вырастают за 30 дней, а область вырастает за 30 дней. То есть очень хорошая речь, результативная речь. Спросили Леку, Тигр, почему ты такая громкая? Я надеюсь, что люди услышат мой звук и заметят, что я вообще существую. Шумят и создают вот это вот «А, вы любите меня», да? Вот это создают те люди, у которых внутри пусто, они не понимают кто они, и как следствие у них есть вот эта гава гордыни и желание себя забить. Человек, который четко понимает, кто он и где он, то есть ему не нужно это транслировать в мир все время, чтобы им кто-то рассказывал о том, как вам надо. Вот такая тема. Интересно, что быстренько пробежимся, в общем-то, из-за этого же греха, евреи из-за греха заниженной самооценки, евреи провели 40 лет в пустыне, да? И почему евреи 40 лет в пустыне были? Почему евреи 40 лет в пустыне были? Какого? Вот разведчики, что разведчики сказали? Мы маленькие в их глаза. Что это значит «мы маленькие в их глаза»? Реально мы такие, они говорят «Нет, мы маленькие, мы как пустынещики в их». Да откуда ты знаешь какой? Вот за эту штуку, за то, что недооценка того, что ты можешь, евреи провели все эти 40 лет спитания, они были за это. Да, в общем-то, они говорили, что мы не можем. Есть еще вот такая тема, смотрите картинки, просто я сейчас быстро пройду. Что это, что это, что это, что за тема? Что за тема? Что за тема? Вон. Я пропортинирующий перфекционист, я сделаю все идеально, но скорее всего, да. Есть там еще, смотрите. Еще есть такие, смотрите. Каждый перфекционист за свою жизнь должен перестроить дом, пересадить дерево и перевоспитать сыну. Первый замок – перфекционист про храстинатора. Лучше сделать хорошо, но не как-то, чем кое-как и сегодня. Это классно. Смотрите, вот я над этим ждал полчаса, наверное. Я просто убрал полчаса. Это знаете, это чтобы ни один перфекционист в этот институт не зашел. Это классно. Любому перфекционисту нужно понять одну простую вещь. Пока медсестра перфекционист выбирала идеальное лекарство для пациента, пациент скончался. Вот. Это как бы все, что надо знать про перфекционист. То есть, вот. Главное, что про него надо знать, это английская такая фраза. Done is better than perfect. Сделанное лучше, чем идеальное. Мне кажется, это понятно, да? То есть, как бы, не ставь себе слишком больших… То есть, не перегибай эту палку, не ставь от себя слишком больших запросов. Иначе ты не сможешь их сделать. Всегда делай их в реальной… Что ты хочешь? Я не хочу тебе его дать. Почему? Для отвлечений. Что? По ряду причин. Вот. Теперь грамотная самооценка нам говорит Тора. Грамотная самооценка. Как она выглядит? Какая она должна быть? Выше среднего. А? Выше среднего. Выше среднего? Да. Выше среднего еще варианта. Чуть-чуть выше среднего. В зависимости от чего? Чуть-чуть выше среднего. Трактат Недушин пишет такой лайфхакт. Что самооценка у человека, она должна быть всегда ровно посередине. И любой человек должен всегда смотреть на себя. То есть, он очень четко должен знать, что я… То есть, я должен очень четко знать, что я могу и нашел. То есть, грубо говоря, если бы я не знал, что… и разговаривать, да, я бы сюда не вышел. Я бы сейчас сидел в номере и боялся, да. Вот. То есть только потому, что я знаю, что я это могу, я здесь стою и это делаю. Понятно. Теперь, но вот эта самооценка, она должна быть ровно посередине. Она должна быть строгофактическая, столько, сколько есть, столько ты должен о себе думать. И чувствовать при этом, при всем, ты себя должен человеком ровно посередине, средним. Не, что ты какой-то невероятный, ты все добился. И не какой-то нулевый, что ты ничего не можешь. Должо быть ровно посередине. Почему говорить так, датки души? Потому что тогда, в этой ситуации, это оптимальная ситуация, потому что когда ты стал чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, у тебя сразу внутренний какой-то диалог идет. Вау, я молодец, я стал лучше. А ты стал, если чуть-чуть хуже, то ты такой сразу, о боже, я превратился в нехорошего уже человека, я уже на темной стороне сил, мне надо вернуться обратно. И то есть это самая оптимальная позиция, в которой человек вообще может находиться. Он делает шаг вперед или шаг назад, и это в любом случае дает ему какую-то мотивацию. Нужно очень четко понимать, понимать кто ты, и смотреть на себя, как будто ты посередине. Сейчас, подожди. Давай, давай, давай. Вот. Вот, интересно, как это работает сегодня. В общем-то, сегодня у большинства людей, у них нет самооценки, у них есть чуждая оценка. В общем-то, родители общества нам рассказали, что ты должен, и что ты должен достичь, чтобы ты был классным. А если ты этого не достигнешь, то ты будешь лузером. Очень интересное определение, мы сейчас в них ходить не будем, но, то есть, есть определение в мире, и есть определение Торы. То есть, те определения, которые есть сегодня в мире, они создают тебе все время дисбаланс. А те определения, которые есть в Торе, если по ним идти, вот по этим четырем основным пунктам, те определения, которые есть в Торе, они всегда тебе дают наполнение. То есть, как мудрость. Что такое мудрость по сегодняшним метрам? Это человек, который очень много знает. По теории, мудрый человек – это тот, который все время переоблетает еще мудрого. Получается, что человек, который мало знает, но будет сидеть тихо, не спрашивать, и будет вот такой вот. По теории, человек, ты можешь быть хорошим сейчас. И это зависит просто от того, что ты постоянно продолжаешь этот процесс. И все вот эти определения, они такие, что он учит рука, но вот эта сила – это управление другими. Получается, только если я управляю другими, я хороший. По теории – это управление собой. Управлять собой ты можешь всегда и в любой ситуации. Если вот на это заставишь, то у тебя все будет хорошо. Богатство – это радостное своему уделу. Тебе тоже не нужны внешние какие-то факторы для этого. И уважение – это то, что тебе в сегодняшнем мире нужно, чтобы тебя почитали, а по теории – уважение – это кто-то, кто-то почитает других. Ты можешь это делать всегда и в любой ситуации. И идя вот по этим, по определениям тора, ты эту самооценку, и то есть оценку себя ты можешь менять в любой миг. Если ты идешь вот по этим, по зелененьким определениям, то это все время проблема. Вот такое интересное дело. Все, я думаю, надо переходить по практической части. Окей, как менять ее? Сейчас просто надо впитать самую главную информацию. У кого есть какие-то варианты, как самотенку менять? Все справедливо, рассуди свои качества. Все что? Страведливо, рассуди свои качества для начала. Свои качества расписали. Рассуди справедливо. А, рассуди справедливо. Понять, что хорошо, что плохо и сладко нет. Супер, да, да. Я еще рассаду. Понять, почему у тебя что-то получилось. Понять причины. Причины, то что я что-то... Да. Да, еще. Захотеть поменять. Как менять, как менять? Еще есть варианты. Работать на собой. Работать на собой, ставить, выходить в Далее. И преодевать. Достижения, да? Достижения. Новые достижения. Еще какие варианты? Как менять, Симазе? Как обмануть себя. Как обмануть себя. Разбираться себя, знать себя. Еще, еще. Давайте еще одну. Цели к чему достижения? Да. Человек, кто ты уважаешь, хочешь как бы достичь какого-то достичь. Ага. Прямо какого-то управления. Да. То есть имеешь кому моделировать, это то, что мы с Равяки ведем. Да, тоже так. Спасибо. Сейчас, секунду. Сейчас я вам покажу пример. Это, то есть это связано сейчас с самооценкой. Это по его руку. Но это мэр Киева, бывший, я забыл его фамилию. В общем, это связано с темой самооценки. Но вы мне потом скажете, как это связано. Но это альфа весело. Первая фраза, понимаете? Он не знает слов там, но... Пейс! Браааааааааааааааааааааа. Да? Классно. Вот. А? Да, да. Ну что, что вы думаете про это? Хэйс! Хэйс! А? Советел я буду решить. Что, что это было? Я славчиком, ты что знаешь? Своей волне. Скорее, скорее занишь нас. Скорее, скорее занишь нас. Мне кажется, у него тоже классно. Мне кажется, у него тоже классно. Смотрите, к чему я это привел? В общем-то, Рандом пишет такую вещь, что если у тебя, ты чувствуешь, какая-то вещь, она находится в плохом состоянии. Как это? Давайте, сейчас ваша, по практике важные действия будут. Рамов говорит... Да, практика, да. Что давайте, ребята. Рамов говорит такую вещь. Если ты находишься в какой-то крайности, у тебя, например, заниженная самота, то тебе временно нужно перейти в другую крайность, чтобы потом это выровнять. Как это работает? Лист бумаги, который ты сокнул пополам, его потом просто выпрямить не получится. Для того, чтобы он выпрямился и его качество стало прямым, его нужно выгнуть в другую сторону. Выгнуть в другую сторону, и тогда его можно выпрямить, ну, и сделать его прямым. Поэтому Рамов говорит, если это касается самооценки любого качества, в принципе, например, человек слишком жадный. Как Рамов говорит, тебе нужно это исправить. На время стать слишком таким непомерным, чуть-чуть щедрым. Тогда, когда ты побудешь немножко в другом состоянии, в обратном, ты можешь потом выровняться в среднее. Это, то есть, первая вещь, которая нужна и в любом качестве, и в своем оценке, что нужно уметь, то есть, если у тебя она завышенная, то нужно ее уметь прибивать, находиться в обратном состоянии. Если она заниженная, нужно немножко включить... А, черновец. Черновец, по-моему. Вот нужно этот... Черновецкий фон. То нужно немножко воспользоваться методом Черновецкого, и немножко это... Немножко выражать из себя больше, чем ты представляешь сейчас. Итак, первая штука, она у нас есть из точки. Смотрите, первое, что надо сделать, и первое... В общем, система самооценки состоит из трех вещей простых. Первое – это достижение. То есть, здесь сказали уже. В общем-то, первое, что человеку нужно про себя знать – это то, чего он достигнет. Если он это четко знает, то у него соответствующая... Соответствующая самооценка. Сейчас, можно я попрошу эти листочки рождать? Первый список, который нужно написать – это список я... Ну, в общем, нужно будет написать с вами два списка. Мы сейчас делаем штуки тренировочные. Есть? А? Не-не-не. Списки пишет для себя, это сдавать не надо. Все, что мы с вами запишем, вы пишете для себя. Еще вот так. Вы заберете с собой магию. Первый список, который нужно написать – это список я хочу что-то. То есть, что вы в жизни хотите любую. Напишите в этом списке какую-нибудь маленькую простую цель. Что вы хотите. Первый список я хочу. И дальше, почему я этого хочу. Давайте сделаем это... Какой-то небольшой список давайте напишем. Я хочу что-то, потому что... Раз, два, три, четыре, пять. Вы потом сможете сюда в «Я хочу» поставлять что угодно, да? И сюда писать тоже, что угодно. Давайте здесь поставим точку в первом списке. Просто вот вы накидали что-то. Сейчас начнем второй список. Вы потом заберете это и сможете продолжать сколько угодно в этой системе. Второй список... Здесь точку поставили. Черта. Второй список пошел. Второй список, который как раз и касается напрямую самооценки. Это «Я могу это, потому что...» Я могу вот это вот, что вы написали здесь. «Потому что...» И сюда пишите, почему вы это можете. Например, «Я могу это, потому что я уже в прошлом достиг вот это, достиг вот это, достиг вот это, достиг вот это. Я могу это, потому что я умею вот это. Могу это. Ну, как вы объяснили, да? Уже просто маски. То есть ты четко знаешь, что ты можешь из этого, и следовательно думаешь, что ты можешь что-то еще. Понятно, что надо сделать? «Я могу вот это вот, то, что вы написали про «Я хочу», потому что...» Дальше список. Своих прошлых достижений, своих способностей и возможностей. Вы можете туда записать, знаете, что «Я могу», потому что я прыгала сейчас в два раза больше, чем сказал. Это победа, реально. «Я могу, потому что...» «Я могу, потому что...» «Раз, два, три...» «Давайте ступи три. Все написали, почему вы можете?» «Потому что я уже сделал это, могу это, умею вот это». Это все был пункт первый, напишите себе над двумя этими списками один достижение. Давайте ставим точку здесь. Это два списка, и это все первый пункт достижения. У нас сколько пунктов будет? Пошли дальше. Пункт второй. Пункт второй принципиально важный для самооценки. Он называется «Позитивное прошлое». В общем-то, есть такая интересная тема. У Эйнштейна спросили как-то, в кой вы считаете самый важный вопрос в жизни у человека, который есть вообще в жизни человека. Эйнштейн сказал, что самый главный вопрос, на который человек себе должен ответить, это мир. Давайте закончим со списком скоростей. Это первую часть мы закончили. Вы можете потом это продолжать, мы просто наброски сделаем. Первый пункт это было достижение. Вот наверху только подпишите себе один достижение. Два это позитивное мышление. В Эйнштейне спросили, как вы считаете, какой главный вопрос, на который человек должен ответить. Он сказал, что самый главный вопрос, на который надо себе ответить, это мир, в котором я живу. Он, это позитивный, это хорошая среда или плохая среда. В зависимости от оценки, ты решил, что тот environment, в котором ты живешь, он доброжелательный или ужасный. В зависимости от этого все твои чувства и то, как ты ощущаешь себя по жизни. То, как ты оцениваешь себя, очень сильно зависит от того, как ты смотришь на мир и на себя в этом мире. То есть, если ты думаешь, что все ужасно, то ты в своих глазах тоже ужасный. Если ты думаешь, что и ты, и мир это хорошее, это что-то хорошее, то как бы у тебя, соответственно, и сама самая главная. Интересный вот это был такой эксперимент, что, ну их много, понятно, есть, да, такие, их куча. Одной группе студентов дают каких-то там крыс породистых, и другой тоже дают породистых. Но одним говорят, что они породистые, а другим говорят, что они не породистые. В итоге, там, в обучении вот этих крыс приуспевают те, кто думает, что эти крысы породистые. То есть, просто в зависимости от того, как ты оцениваешь свои возможности, это сильно меняет твои возможности, да. В общем-то, это, есть много экспериментов, я не буду их проговаривать. В Торе мы видим этого очень-очень много. Например, в Торе есть такие варианты, да, служи в радости. То есть, только так можно служить Богу. Принимайся с радостью, есть такое, да. Великое митство быть всегда в радости. Написано, эйза ишхафет схаим. Кто человек, жаждущий жизни, тот, кто любит видеть добро все дни, то есть, тот, кто любит говорить добро и видеть добро все дни своей жизни. То есть, в общем-то, ты хочешь жить и должен видеть в этой жизни хорошие ее части. То есть, для нормальной самооценки нужно, а, это значит, что ты можешь, В это, это хорошо, позитивно смотреть, смотреть на вещи. Посмотрите, наверное, во второй пункт. У нас осталось мне 15. Упражнение такое. Оно простое, писать не надо. Можете записать себе само упражнение, но интересно. Первое, что нужно для этого сделать, просто позитивное впечатление, как оно работает. Вспомните человека, каждому сейчас нужно вспомнить человека, от которого, знаете, впечатление такое вау. Ну, то есть, к которому вы испытываете очень большое уважение. У каждого такое есть. Из жизни или вообще? Из жизни, можно из жизни, можно, которого ты не видел, но как бы, у тебя к нему прям... Личность. 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 Чем больше вот этого, тем лучше. То есть, который для тебя вот прям фигура. Тоже, что я вспомнил. Так, все, тебе не надо больше повышать масло. Когда-нибудь в психбольницу приходит этот человек, видит там эти психбольные, и один говорит там, я Наполеон. Другой у него спрашивает, так кто тебе сказал? Он такой, мне Бог сказал. Рядом сидит другой мужик, такой, ничего ему не говорю. Ха-ха-ха-ха. Итак, упражнение простое. Вам нужно вспомнить человека, который вызывает у вас вот респект и уважение. Есть? У всех есть? Да. Ну, какой-то вот мужчина, женщина, не знаю, папа, друг, знакомый, какой-то вот человечище. Есть? Все вспомнят? Ну, хоть кого-то. Всех есть? Да? Да, 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 да. Да, есть. А второе, теперь закройте глаза и вот этот поток, который вы направляете на него, направьте его на себя. Очень простое упражнение, оно очень такие чувствует. Вот это то, каким потоком ты чувствуешь к этому человеку, просто его вот направить в минуту себе. Мне кажется, это очень классное дело. А это дает уверенность. Это вот, это хорошее отношение к себе, как оно работает. Ты просто берешь, вот, ага, что такое хорошее отношение у меня? Оно выглядит вот так. Понял, да? Такая маленькая медитация, она работает очень интересно. Очень интересная сумма дает. Ну, например, да, это система позитивного мышления. То есть первое это достижение, второе позитивное мышление. Есть еще, да, есть еще... Сейчас, секунду. Есть еще такая штука, которую очень сильно много советуют. Это список хороших событий. Просто если ты постоянно фокусируешься на том, что с тобой происходит, ты больше видишь хорошие вещи в своей жизни. Такая штука. И третье, самое важное. Первое это достижение, второе это позитивно смотреть на мир. А третья тема, самая важная, которая есть в самооценке, это self-identity. То, как ты идентифицируешь себя, то, что ты считаешь в себе, кто я. Есть, например, один расклад, он такой. Один расклад, он такой. Знаете, это молекулы... То есть кто я такой? Это молекулы миллиарды лет бились, 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 бились и в люди выбились. Это один вариант, да? То есть кто такой я? Я это мутант. Миллиардолетний, многолетний мутант, мутирующий много раз. Выживший в эксперименте. Такой технический, механический организм. Есть другая тема, что у меня главное это моя божественная душа, и я это божественная душа. И вот это вот ощущение, кто я, самоидентификация, я кусок молекул, или я бесконечная божественная душа, например, это то, что дает самооценке, наверное, больше всего ответа. Сейчас, еще можно все убирать. В общем-то, про эту тему, про самооценку я в самом начале хотел сказать, что вот эта тема вообще, что такое любовь родителей к детям, что самое важное должны дать родители к детям. Самое важное, они должны дать детям чувство, что я значим. Дальше, если человек, у него изначально чувство, что я кусок чего-то неприятного, то вся его жизнь это мучение, и он всю жизнь ничего не может, и он всю жизнь страдает. Если ему изначально заложили, как, знаете, Пикассо, у него у Пикассо мама, она ему говорила, сынок, ты если пойдешь в религию, станешь папой рейсом, пойдешь в музыку, в Моцартом станешь, пойдешь еще куда-то, станешь топом. И поэтому он говорит, почему я стал к лицу, потому что мне мама так поверила, потому что я просто знал, что я был уверен, что я могу. Это самое главное, что родители должны дать детям ощущение, что ты значимый, и вот это чувство, что я реально, я значимый, моя жизнь, это не что-то беспунтовое. Это самое важное чувство, которое должно быть у человека, это как раз то, что напрямую связано с амазой. Сейчас давайте, наверное, пролетим эту тему и пойдем сразу в упражнение. Упражнение здесь такое, я даже не знаю, давайте его запишем, если у кого-то будут идеи по нему, запишите. Но это самое главное в self-identity, это определить цель своей жизни. Я не уверен, что это можно сделать в рамках вот так минуты, но на тех же листочках, как бы, следующий, писать маленький платформ, это нужно понимать вообще, ты по жизни, к чему идешь вообще, зачем здесь этот движняк тебе дует. В зависимости от того, куда ты идешь, у тебя ощущение от собственной жизни, кто я, зачем я, что я себя выражаю. То есть, что я обезьяна, которая должна дальше размножаться, или я бизнесмен, который должен что-то вложить куда-то деньги и что-то развивать, либо я бесконечная, вообще божественная, что у меня просто сверх миссия в жизни. От того, какую ты вот эту цель ставишь себе по жизни, какой твой конечный смысл, в зависимости от этого ты чувствуешь себя. В зависимости от этого у тебя есть вот эта самооценка, которая для тебя хорошая или не хорошая. Давайте просто минуту попробуем, кто придумает, давайте тот придумает, кто не придумает. Ну, это серьезная тема, можно поразмыслить, да. Полминуты. 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 Ну, идея, нет, наверное, можно, да. В общем, идея такая, что чем более глобальная будет вот эта цель, тем от этого будет напрямую зависеть внутреннее ощущение. Как это запомнить теперь все, что мы с вами здесь изучили про самооценку? Да, у нас были идеи простые. Любовь – это давать раз, любовь – это единство два. Она начинается с любви в себе, то, что ты вложил в себя, и то, как ты умеешь себя расширять, помогать другим, то, насколько ты умеешь в себя включать людей. Настолько ты сможешь их любить. И, в общем-то, это единственная настоящая любовь. Дальше, что вкладывать, мы с вами посмотрели вот эти пару видео. Дальше человек должен постоянно заниматься собственным собственным развитием. И с вами мы сейчас прошли, что? Про самооценку, как ее менять. Три вещи, да. Достижение – раз. Позитивное мышление – два. И self-identity – кем ты идентифицируешь себя, и какой ты ответ себе даешь на вопрос «Я – это кто?» Ну, вот «Кто я?» – ответ себе на этот вопрос – это самая важная вещь самооценка. Как это просто запомнить, у нас получается, в общем-то, три вещи. Образ простой. Это ДПСник, который стоит на краю дороги. Что он делает? Он стоит на краю. Помните, мы с вами обсуждали, всегда переходи в крайность. Хочешь что-то исправить. У тебя заниженная. Чуй, переходишь в обратную крайность, чтобы ее потом выросло. Он стоит на краю дороги. И что он делает? Сейчас, сейчас. Вот. Первое – перейти в крайность. Второе – окружить себя из ДПС. Первое – это достижение. Это Д. Список повторений, добрые дела. Ну, в смысле, повторять вот этот список, которые собственные достижения и те добрые дела, которые делают. Второе – это позитивное мышление. И третье – это самая идентификация и те цели, которые мы ставим. Вот это три главные вещи, которые, в общем-то, это то, как менять вот эту самооценку. Это три основные вещи. ДПС. Система изменения самооценки ДПС. Да? Останавливается ДПСник у него... Ча-ра-ра-ра-рот такой. Достижение. Позитивное мышление. Самое идентификация. Вот. Это просто такая. Система изменения самооценки ДПС. Вот так. Ну что. И все, сейчас мы светом. Лигом. Я думаю, у нас времени уже мало. мы это пролетим. Просто примеры какие-то. Акт любви к себе. Что это, например, может быть? На практике. Мы всё это время говорили про какую-то теорию. Как может выглядеть действие любовь к себе? Поощрение за успех. Поощрение за успех. Если главное – это действие. Главное – это действие. Главное – это дать. Что ты для себя можешь дать? Главное – это применение инфектора. Сделать себе что-то, не знаю, как бы тебе будет. Слышать. Слышать. Например, классический пример. Например, женщина, у которой был отец тиран. Такая женщина, она обычно вступает в отношения, где у неё супруг будет таким же. Мы вчера в группе мы это обсуждали, почему она там работает. Теперь для неё… Эта женщина боится развестись. Почему? Потому что, ну, это незнакомая жизнь. То есть ты не знаешь, что это будет. Но здесь тебе плохо. Теперь актом любви для неё будет в себе. Это сделать вот это действие и уйти от этой тирании. Несмотря на сопротивление энергии, которое есть, например. Ну и, то есть, я не знаю, то есть вот такое преодоление для того, чтобы я стал лучше, любое, вот это, оно входит в тему, в тему любителей. Я думаю, что в слайде давайте я тебя сейчас пропущу, и мы перейдём к конечному нападу. Например, что ещё в себя можно вкладывать? Что ещё в себя можно вкладывать? Ну, всякие, да, всякие. Кто-то знает? Смотрите, давайте, предпоследняя штука, которую мы делаем. В себя можно, например, вкладывать, ну, какие-то навыки, скиллы, да, или изобретательные. Теперь, эээ, как... А? Шабать не красит заплойки, только заплойки. Теперь, как, эээ... Как удержать все вот эти гвозди на шляпке одного вот этого гвозня? А? А? Все гвозди, чтобы они стояли... А? Все гвозди, чтобы они стояли... Без, без, без любых... Только гвозди. Без, без ниток, без скотч. Положить. Вот, нужно вкладывать в себя изобретательность тоже, да. Поплавить их все. Поплавить? А если всем бить, я не буду? Да, бить. Куда бить? А с первым, с первым, с первым, с первым, с первым? Бивать их один с другой. Без молотка, без его, просто как удержать. А, погоните гвозди? Все, поехали, да? Я знаю. А если два, то есть, где? С вторым, с первым. Ой-а-а-а! Аплодисментарь. Я теперь вам заскорить, что не на день. Понял, что ли потом кэфи нужно делать? Пальга, да. Только не ломали. Это фокус. Так работает любой скилл, теперь как у тебя что-то молодых технических? Ну ладно, за грил, я сейчас не буду, но это... Хотите, пожалуйста, в первую очередь? Да? Да? Человек много в себя всего может вложить, да? Это скиллы, которые, в общем-то, они не нужны, но просто они что-то показывают, да? То есть можно... в чем вся идея? Как вообще чему-то научиться? Тренироваться? Да, тренироваться. Ведь любой скилл в отношении любви к себе, он работает через бой. Он работает так, что ты тренируешь, что ты тренируешь, что ты тренируешь, и у тебя начинает все лучше получаться. И вот так работает весь рост человека в этой... Ай! Я давно не помню, я давно не тренировался. Вот такая тема. Ты неси к богу, не знаю. Вот. Да, теперь... Много скиллов надо в себя вложить. Я еще последний раз я делал... Знаете, что? Ну, это надо время, мы уже не успеем. Так, можно... Есть техника, можно... Не-не, это... Не-не, это... Не-не, это... Знаете, что? Мне просто диктовали слова, просто есть техника, как можно запомнить, ну, там, 20-30-50 слов, называть их, потом тебе говорят. Какое было 37-е слово? Понимаете, там, это был стул, да? Ну, это... Просто это сейчас долго будет... Надо некоторое время начать. В общем, идея такая, сейчас это я все подвистаю. Вывод такой, да, что любовь — это выработка вот этой жизненной силы и балет для себя, и передачи вот этой жизненной силы способностей и возможностей другим. То есть, это передача духовной ценности, знаний, методов способностей, качеств, эмоций, да, всего, что угодно. А как это вкладывается? Ну, так это как с инстулов с англированием, как с гвоздями. Это тренировка. То есть, нужно поставить раз цель, два сделать план, и три — это что? Это вот это следование планов, дисциплина, дисциплина, и... Сейчас я просто пролетаю какие-то моменты, чтобы мы дошли до конца. В общем-то, вся тема любви, она запечатана вот в этой мечне, я думаю, да. Если не я за себя, то кто за меня? То есть, только я могу создать свое я, которое будет качественным. Дальше то, из чего будут состоять отношения, зависит только от того, какие пазлы из чего сложились, из чего мы складываем конечный результат. Вот это я, оно вырабатывается через вот эту энергию, заряженность, любовь к себе внутренней, которую ты вырабатываешь, постоянной наработкой внутренних, то есть, физических, эмоциональных и духовных каких-то схем, умений. Ну, то есть, это проработка себя вот по этим трем сферам. И это, в общем-то, есть то, что это есть суть любви к себе. Теперь, любовь кубим — это, то есть, только если я умею сам, вот так другу говоря, пользе поставить, только тогда я могу научить кого-то это. Если я этого не умею, я не могу этому научить. То есть, только если I am, да, тогда я могу друг другу. То есть, вот это, как бы, любовь любая, она начинается с любви к себе. Только если у меня есть скилл, я могу о нем другому рассказать. Поэтому любая любовь к другому не существует любви, и у других существует только любовь к себе, которую ты передаешь другому, другому человеку. То есть, сначала идет любовь к себе, потом идет передача это по-другому. И третье, да, интересно, потому что Илья говорит, что если не сейчас это делать, то опять это делать. Вот это наша тема-тема. Сейчас, сейчас, сейчас. Вывод последний, еще раз, да? Что в любви от тебя зависит абсолютно все. Абсолютно все. Очень он мне понравился. Это мы уже не успеем, да? Как всего это отношение. В общем-то, мы с вами ответили на четыре вопроса. Что такое любовь? У нас было два ответа. Какие? Давание плюс. Единство. Цель этого это единство. Дальше с чего она начинается? С себя. С себя. То есть, только если ты любишь себя и умеешь сделать себя лучше, ты можешь в другом что-то хорошее в жизни вообще сделать. Чем важна сама? Как мы с вами отвечали? И как ее менять? В крайности. А? В крайности. Нет, в крайности. Потом система называется. ДПС. Достижение. Позитивное мышление и самоидентификация. То есть, я знаю, что я достиг раз. Я позитивно, хорошо смотрю на нее два. И третий. Я это там, великая божественная душа, а не какая-то молитва, да? Бессмысленная. В зависимости от того, как ты себя ответишь на вопрос, кто будет. В зависимости от этого, будет вся твоя самооценка твоя жизнь. В общем, весь призыв здесь можно жить только один, только от твоего тела и любовь. То есть, любовь, она зависит твоей жизни не только от тебя, и только ты можешь сам ее создавать свою жизнь. Всем спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ